Первым дали слово директору торгового комплекса Олегу Фирсову. Он вспоминал о произошедшей трагедии, едва сдерживая эмоции. Я на рынке уже, знаете, более 25 лет. Но и в такой страшной ситуации, конечно, впервые не встречаюсь. Я, как и вы, остался без средств существования. Олег Александрович выразил соболезнования семье погибшего мужчины. Поблагодарил всех, кто оказывал помощь во время трагедии. Отметил мужественность рядовых пожарных, высказал и своё недовольство. Ну вот почему-то и полиция нас бросила. Перестали охранять, объяснив это тем, что у них есть другие объекты. Получается, мы уже не объект для них, а предприниматели. А значит, сами как хотите, так и выкручиваетесь. Как уточнил Олег Фирсов, сотрудники полиции охраняли здание только первые несколько дней. Потом приходилось обходиться собственными силами. По очереди дежурили сами погорельцы. Огромное, конечно, вам спасибо, наши предприниматели, волонтёры, которые приезжали с вечера на всю ночь и дежурили там. Ну, кто был в контакте, вы, наверное, об этом все знаете. А они были, как говорится, негодяи, которые хотели проникнуть туда. После пожара в городе поползли разные слухи. На сегодняшнем собрании людям предоставили возможность подтвердить их или опровергнуть. Эта земля, где находится рынок, была в аренде у рынка до 2021 года. То есть, это ложная информация или правда? Ложная информация. То есть, земля в собственном состоянии, правильно ли? Однако, люди пришли в зал не вспоминать, а получить ответы на свои вопросы. Как им жить дальше? Что будет с рынком? Олег Александрович выразил намерение восстановить здание на прежнем месте и попросил помощи у местных властей. Всё будет сделано в первоочередном порядке и без всяких промедлений. Пожалуйста, документация какая нужна, какая нужна помощь. Я ещё раз говорю, всё, что в наших силах, мы и сделаем. Когда планируют начать строительство нового рынка? Из какого материала его будут строить? На каких условиях будут сдаваться помещения в новом рынке пострадавшим арендаторам? На эти вопросы Олег Фирсов ответов не нашёл. Что касается уплаты налогов, присутствующим о возможном послаблении рассказала начальник межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина. За четвёртый квартал минувшего года, когда предприниматели ещё осуществляли деятельность, предоставить декларации и уплатить налог они обязаны. То, что касается продолжения деятельности по единому налогу на вменённый доход. Если вы не ведёте никакой другой деятельности, то есть пока до возведения этого здания, нового здания на этом месте, или заключения договора аренды где-то в другом месте, то есть если вы не планируете продолжать деятельность по ЕНВД, вам нужно в сжатые сроки подать заявление о снятии с учёта в качестве плательщика ЕНВД. По закону заявление должно быть подано в течение пяти рабочих дней после прекращения предпринимательской деятельности, то есть не позже 15 января. Вы знаете, что сейчас основная масса налогоплательщиков применяет онлайн-кассы. Если у вас проходила выручка за какое-то количество дней января, то есть выручка была, то понятно, что какой-то системой налогообложения она должна быть обложена. Если этой выручки не было, вы спокойно подаёте заявление о снятии с учёта и декларацию за первый квартал по ЕНВД уже не подаёте. Тем, кто в ближайшее время не готов снова начать осуществление предпринимательской деятельности, Елена Анатольевна посоветовала сняться с учёта в качестве ИП, чтобы не пришлось платить страховые взносы в социальные фонды. Снять с учёта также необходимо и онлайн-кассы. Если по этому адресу у вас была установлена контрольно-кассовая техника, которая пришла в негодность, не используется, по этому адресу не используется, при любых основаниях её нужно снять с учёта, даже если она не пострадала, она подлежит восстановлению, ремонту, но она по этому адресу не будет использоваться, эту машину ККТ тоже нужно снять с учёта. Главный вопрос волнующей пострадавших – поможет ли городская администрация восстановить людям бизнес? Я вам могу сказать, что компенсации никаких из городского бюджета не будет. Это, пожалуйста, это, во-первых, незаконно и непредусмотрено, я вам ещё раз говорю, действующим законодательством. Вы понимаете это? Как бы я ни хотел. Единственное, чем могут помочь местные власти – снизить сумму единого налога на вменённый доход. Вот нам всем интересно, у кого всё сгорело, нам что делать? Лодочка такая, компенсация. Сергей Оксенинко занимался продажей товаров для животных. Свой ущерб оценивает почти в полмиллиона. Его отдел находился на первом этаже рынка. Говорит, от продукции остался лишь пепел. Это сало, колбаса, моя кошатина горит, плавленый сыр, проход, одежда, сумки были. У соседки 7 миллионов ущерба, у неё 8 отделов было вещей. А жить-то на чё? Вот кредит сейчас дают, да? Оставить, чем платить? Как жить, я не знаю. Куда теперь идти и как работать? Администрация города предложила арендовать точки в ЦУМе по цене гораздо ниже прежней. Также предприниматели получили списки с адресами точек, где можно разместить свой товар. Площадей хороших нету. Предлагают с маленькой арендой на Советской улице бывшая приёмка посуды, где-то она там есть, по 600 рублей что ли за квадрат. Отопления нету, тёплый пол в помещении, всё. Не отгорожено ничего, всё на честное слово. А кому сейчас доверять? Доверять-то некому. Думали, хоть что-то более конкретно скажут. Допустим, можно было бы отдать какое-нибудь место людям, чтобы торговать. Кто-то совсем всё потерял. Но мы пусть работу только потеряли, а кто-то вообще всё потерял. Там и с первого... Вот первый вообще рынок не работает. Со второго числа там завозили товар. То есть люди пытались торговать. Естественно, торговли было мало, люди не ходили. Почти весь товар у людей остался. Я вот с 90-х годов торговала обувью. Но сейчас у меня была верхняя одежда. Всё сгорело. Даже сумочку не унесла. Всё, всё сгорело. Встречи предприниматели остались недовольны. Говорят, и помощи не оказали, и не на все вопросы ответили. Задать их мы попытались одному из собственников рынка Евгению Таранову. Заранее договорились о встрече, на которую он согласился. Но сегодня ситуация изменилась. Давать комментарии Евгений Васильевич отказался. Уже надоело.